Мы сейчас находимся с вами в точке А. Согласны вот здесь в настоящем? Да. Вы хотите построить точку Б, вы хотите построить счастливые отношения, и я хочу вам в этом помочь. Но многие люди говорят, что забудь, отпусти прошлое. Вы не можете сделать лоботомию. Вы не можете вырезать, вы не можете забыть. Ваше подсознание будет хранить. И вот в вашем подсознании, вот в этом, это подсознание, все хранится, все ваши негативные сценарии прошлого. Давайте я немножко по-другому сделаю. Я сделаю, вот здесь есть плюсы, это ваш позитивный опыт. Много-много плюсиков, у вас же были плюсики, вы же кайфовали с этими девчонками. 100%. 100%, согласен, да? И были минусы с ними. Но тут штука такая, что 1% сомнений, даже 1% в настоящем моменте, который у вас возникает, равно 100% неудачи. Прекрасным цветом. Вот в чем проблема. И поэтому люди годами и десятилетиями ходят по граблям, мечтают о светлом будущем, но оно недостижимо. Потому что будут все новые и новые сценарии А. Причем они будут усугубляться. Человек будет уже толстеть, лысеть, понижать свою самооценку. Все больше и больше жить в своих страхах. Все больше пить, бухать, колоться. Ну, я не про вас, я вообще в принципе... Я понимаю, мне даже не пытаться уже к сценарию Б придется. Да. И будущее, соответственно, очень плачевное. Вот такая интересная, забавная штука происходит с людьми. Соответственно, как вы думаете, что необходимо сделать человеку, чтобы не было вот этого всего негатива, который тут вам и нарисовал сейчас, напугал вас? Разформироваться. А как? Не знаю. Даю подсказку. Если бы я в 28 лет это знал, может быть, я был бы другим человеком, но у каждого свой путь. Я это узнал только после 40 лет. Я понял, что, оказывается, никакой коучинг, а я, понимаете, я коуч, психолог, терапевт, я занимался дианетикой, учился у Джона Кехо, у Джо Диспенза, у Майкла Роуча, у Тони Робинса, у Брайана Трейси, у Виктора Франкла. Я понял одну очень простую вещь, что невозможно построить светлое будущее, не освободившись от темного прошлого в своем подсознании. Потому что для подсознания не принципиально, когда произошло событие А. Оно могло произойти минуту назад, а могло произойти 10 лет назад или 30 лет назад с родителями. Оно хранит это воспоминание, и оно как семечко просто проросло в виде определенной установки, которая формирует цепочку мыслей, действий и результатов, все вновь и вновь подтверждающее то, что хранится в подсознании. Я понятно объясняю, да? Да. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно найти событие прошлого, которое сформировало эту мысль и поменять в своем подсознании А на Б. И самый главный лайфхак, который я вам расскажу. Вот представьте, у меня с женой за первые 20 лет, сейчас мы живем 30 лет, за первые 20 лет, ну, было наверняка там тысячи негативных ситуаций, негативных споров, конфликтов. Ну, мы не идеальные люди, у нас есть эго, и мы все время конфликтовали и спорили. Из-за детей, из-за денег, из-за всего. И я такой когда-то подумал, это сколько же мне всего нужно перелопатить за эти 20 лет, чтобы каждый сценарий жизни поменять? Я вам сейчас скажу феноменальную штуку, которую я узнал. Оказывается, на планете Земля существует всего лишь три сценария А негативных. Остальное лишь производные. Первый сценарий мне не нравлюсь я. Второй сценарий мне не нравится кто-то. И третий сценарий мне не нравится что-то. Понятно? Да. Глубоко, кстати, очень. И когда вы научитесь менять всего лишь три сценария в своей жизни, просто в разных контекстах, ну, в разных интерьерах, в разных экстерьерах, в разной обстановке, с разными людьми, вы удивитесь, что эта жизнь очень простая. И сейчас мы с вами это будем делать. Интригует? Безьма. И когда мы с женой, ну, просто это же мой личный опыт, мы избавились от трех сценариев основных в нашей жизни, вот от этих, которые были, и поменяли их на сценарий Б, у нас ушло все тысячи сценариев. Представляете? Потому что у нас появился Б1, например, кто выносит мусор, как мы воспитываем детей, как мы с тобой занимаемся любовью, где мы путешествуем, и все, а дальше просто по накатанной. Дальше просто бесконечная любовь, где нет сомнений, где есть доверие, где есть взаимопонимание, есть взаимоуважение. И ты каждый раз, каждый сценарий просто убираешь в своем подсознании, и это такая фраза, которую наверняка, может быть, вы слышали, «никогда не поздно иметь счастливое детство». Вот это об этом. Это то, чему мы учим в нашей Академии КУП-8. Академия КУП-8 – это ключи управления будущим. Это 8 технологий, которые меняют бесконечное количество сценариев. Не только будущего, но в первую очередь прошлого. Потому что именно прошлый опыт формирует будущую реальность. Вот такая небольшая теория перед тем, как мы будем делать практику. Готов. Отлично. Продолжение следует...